всем привет добро пожаловать на наш сегодняшний эфир на тему удовольствоваться тем что у тебя есть это хорошо или плохо и если это хорошо то в каких случаях если это плохо то тоже в каких это случаях всем привет добро пожаловать на эфир и всем шалом хорошего вечера так вот мы с вами говорим о том довольствоваться ли нам тем что у нас есть мы мы знаем наверняка что материальная материальная сторона вещи и духовно они всегда противоположны да и довольствоваться тем что у нас есть в материальном плане это очень хорошо это заставляет человека быть благодарным за то что у него есть это да это какое-то понимание того что в мире не все все меряется деньгами но в случае нашей души в случае нашей духовности всем шалом 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 всем привет так вот в случае наши с вами духовности это плохо когда человек говорит что я довольствуюсь тем что у меня есть в духовности да он говорит ну я говорю утреннее благословение омываю руки я доволен этим все мне ничего не надо мне не надо учиться мне не надо молиться мне все устраивает то это уже говорит проблема потому что когда человек не растет не работает над собой он стоит на месте а если человек стоит на месте это ведет к минусу или более того к падению когда человек вообще говорит ну я это и это уже слишком много да и это это поэтому когда мы мы должны довольствоваться тем что у нас есть в материальном плане это очень очень хорошо а вот в духовном это большой большой недостаток это большой недостаток который может привести нас к падению и здесь рассказывается одна история как один бизнесмен как он пришел к рэбэ и он ему говорит рэбэ у меня ну не хватит я чувствую что у меня нет смысла в жизни я не чувствую какой-то радости но я работаю говорит я вечером прихожу домой уставший у меня не остается ни сил ни радости какой-то жизненной да мне этого ничего нет и я не знаю что мне делать мне страшно да что я проживаю свою жизнь и и тогда рыба говорит сколько времени в день ты уделяешь своей душе он говорит какая душа рэбэ вот шо вы мне говорите о каких-то несуществующих вещах душа не приносит мне прибыль я ей не обращаю внимание мне не хватает времени у меня смотрите здесь встреча здесь встреча здесь заключение контракта здесь мне нужно сюда поехать а еще семья до мне не хватает времени и тогда рэбэ говорит ему хорошо тогда если ты бизнесмен, давай мы с тобой заключим сейчас сделку, контракт, если ты говоришь, что у тебя нет смысла в жизни, давай мы заключим сделку, я тебе обещаю, что если ты будешь выполнять все условия нашего с тобой договора, то ты увидишь, что у тебя появляется смысл. Какие были условия договора? Уделять хотя бы 5 минут в день учебе, узнать что-то новое, истории, да, это то, что приводит радость в душе, и уделять хотя бы 5-10 минут в начале, да, времени на молитву, да, на вот эту вот остановку, стоп, что я делаю, за что я благодарен Всевышнему, да, что я делаю, за что я благодарен Всевышнему, и так далее, то есть это как таковая, такая вот хоп, остановка, когда человек говорит, за что я благодарен Всевышнему, у меня очень часто происходит, когда ты молишься постоянно, то это уже у тебя возникает такой автоматизм, да, ты знаешь, что тебе надо с утра взять сидур, помолиться, сказать Всевышнему спасибо за то, что у тебя есть, но когда нам нужно, когда, когда мы чувствуем уже вот нехватку вот эту, и тогда вот наступает такой момент, когда мы чувствуем, что не, ну надо, надо помолиться, надо поговорить, надо уделить время душе, да, и вот это вот очень-очень важный момент, когда мы среди дня уделяем время душе, так вот наш Эб, он заключил как бы такой контракт вместе с этим бизнесменом о том, что раз в день он будет уделять минимум-минимум времени для учёбы, да, для того, чтобы учить Тору, узнать что-то маленькое, что-то новое, и второе, это, конечно же, благодарность Всевышнему, помолиться, поблагодарить Его за то, за то, что есть, вот, и, 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 еще хотела сказать, что мы с вами живем в таком современном мире, когда все-все-все понятия, всё-всё спуталось, мы забыли, что у нас важная вещь, важные вещи, что у нас второстепенные вещи, да, мы можем листать ленту в Фейсбуке, читать вообще чужие новости, кто-то кого-то убил, где-то там что-то распространилось, да, здесь погода будет такая, и мы читаем и смотрим то, что нам не нужно, то, что засоряет нашу душу, то, что, типа, утрамбовывает нашу пустоту в душе, и мы думаем, что это полезно, но на самом деле, когда мы листаем так Фейсбук, потом его выключаем, и мы думаем, а что я только что сделал, на что я потратил время, оно ушло, всё, оно потратилось время впустую и без смысла, и вот это вот смысл, вот в нашем современном мире, он очень-очень затерялся, человек знает, он там с утра встает, идет на работу, делает то, что ему надо, приходит домой, кушает, опа, он чувствует, что у него там пусто в душе, и он пытается это заполнить, а что у нас самое близкое, чем мы можем заполнить нашу душевную пустоту, это слишком сложно уделить время и учить Тору, это слишком сложно помолиться, да, а что легко, легко там включить телевизор, всё, освободил голову от всех своих проблем, досуг, всё, мне ничего не надо, мне не нужен этот смысл, зачем его искать, да, открыла ленту в Фейсбуке, листаешь всё, тебя никто ничего не тревожит, да, мы в нашем современном мире нашу пустоту совершенно неправильно, неправильно заполняем вот этим вот хламом, да, вот этими проблемами, кто с кем там что-то, 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 это то, что нам не нужно, и поэтому мы должны стараться максимально, максимально задуматься, да, что мы вообще делаем в этом мире, а то, что я делаю, это вообще приносит пользу мне, это приносит пользу моему душевному здоровью, это приносит пользу какую-то благо моей семье, это приносит пользу там материальности, да, если ответ нет, тогда зачем я это делаю, да, нам, конечно, интересны чужие проблемы и так далее, но нет смысла заполнять ими нашу жизнь, да, нужно всё-таки, наша жизнь, она нам дана, чтобы улучшать себя, улучшать других, да, улучшать этот мир и стараться максимально полезно её прожить, вот, поэтому напоследок всё-таки хочется сказать, что нам нужно с вами чаще задумываться, а что полезного я сегодня сделал за день, а что полезного я ещё могу успеть сделать, да, а что я сегодня выучил хорошего, что улучшит, да, мою жизнь, а я сегодня уделял время разговору со Всевышним, может быть, я уделял сегодня время там чтению Таилим за моих близких, родных, если нет, если ответ нет, тогда нужно это попробовать наверстать. Итак, потихоньку, когда мы будем наполнять нашу жизнь вот этими маленькими, да, шажочками, я чуть-чуть поучился, я немножко узнал, я чуть-чуть-чуть помолился, и когда вечером мы ложимся спать, и мы анализируем наш день, и мы смотрим, ага, я это сделал, я помолился, я поучился, я узнал что-то новое, я помог человеку, я сделал заповедь, я дал знаку, и всё, и уже душа радуется, потому что она не зря прожила этот день, да, всё, значит, я на верном пути. Так вот, даже если мы молимся, да, что-то уже делаем, и мы довольны собой, то это очень плохо, это недостаток. Довольствоваться тем, что у нас есть, нужно только в материальном плане. В плане духовном никогда нельзя быть довольным, да, с собой, нужно всегда стараться делать, делать, делать ещё больше для своей души, для этого мира, для своей семьи, да, вот, и пусть Безрата Шем, Безрата Шем, это у нас будет получаться, пусть Всевышнему будет приятно наше служение, пусть Всевышнему будет приятна наша работа в этом мире, И пусть Всевышнему получает нахрис от нас, да, удовольствие. И пусть у нас будет много благословений свыше. Пусть у нас будет много-много добра. Вот, и каждому, каждому на все просьбы пусть Всевышний ответит в ближайшее время. Всё, всем спасибо большое за такой маленький урок. Надеюсь, было полезно. И всем хорошего вечера. Пока-пока.